Простой, но эффективный вариант для укладки плитки или керамогранита – вот такие профили. Преимуществ массы. Во-первых, при укладке вне помещений профили мешают расти сорнякам, но позволяют уходить в воде. Во-вторых, обеспечивается стабильная опора, благодаря которой плитка не гуляет и не качается. В-третьих, некоторые профили позволяют защитить плитку от сколов, а швы – от деформации. К тому же некоторые профили защищают от травм, ведь у плитки зачастую острые края. Поставить профили намного проще, чем стачивать эти края, да и в плане дизайна такой ход часто выигрышнее. И, конечно, профили позволяют аккуратно и красиво состыковать плитку с другими материалами. По данным экспертов, озеленение городов повышает индекс счастья жителей. Звучит просто – побольше зеленых насаждений и дело в шляпе. Но есть проблемы. Например, в 2018 году аномальная жара в Европе уничтожила примерно 30% деревьев, которые посадили на дистанции в 4 года. Так что требуются альтернативы, и вот такие зеленые крыши, как никогда к месту. Они подходят для монтажа под углом до 45 градусов и состоят из нескольких слоев, в том числе дренажного. Толщина одного из вариантов – 110 мм, по типу кровельного материала ограничений нет. Растения уверенно зимуют и обеспечивают не только чистый воздух, но и дополнительную звукоизоляцию. К тому же зеленая крыша защитит основную, а значит, та прослужит вдвое-втрое дольше. Производитель пишет, что инвестиции окупятся в течение 8-20 лет. А еще сверху без проблем устанавливаются солнечные батареи. Видели покрытие современных детских площадок? На экранах его дальнейшее развитие. Если обычно мастера используют комбинацию гранулы плюс полиуретановые смолы, либо кладут уже готовые плитки, то здесь предлагают решетки. Они тоже гибкие и отлично чувствуют себя на неровной местности, а еще позволяют посадить газон, актуально для городов с дефицитом зелени. Толщина решеток 45 либо 65 мм, размер – квадрат со стороной в метр. По словам производителя, сверху без проблем встают качели и горки, на площадке с такой отделкой не копится дождевая вода. При этом перемещаться по площадке комфортно даже с коляской, а заодно немного снижаются риски эрозии почвы. В прошлом году ученые провели исследование и выявили удивительный факт – форма города влияет на количество осадков в нем. В круглых городах дожди идут чаще и сильнее, а в квадратных и треугольных реже. А пока вы ищите карту своего города, производители предлагают подготовиться к призм стихии и обновить водосточную систему. На экранах сразу несколько вариантов. Amiri Max – низкопрофильный и нейтральный дизайн, благодаря которому систему легко вписать практически в любой участок. Гибкий шланг позволяет в разы ускорить монтаж, его длина в одной из версий 2,4 м, а ценник – 25 долларов. Storm Drain – вариант для более сложных условий, который не только отводит, но и собирает воду. В одной из версий резервуар вмещает 19 литров, оснащен системой фильтрации мусора и радует полипропиленом коммерческого класса. Ценник – 77 долларов. Поднимите свою террасу на самый высокий уровень, предлагают разработчики системы LiftSol, и выкладывают главный козырь. Работать можно без бетона. Идея такая – в грунт вкручиваются винтообразные основания, которые затем дополняются проставками. Этой комбинации вполне достаточно для чего-то вроде террасы или беседки. Работать можно в любую погоду и на любом типе почвы. Кроме того, стройка сгенерирует меньше мусора и не потребует вывоза лишнего грунта. А использовать можно не только дерево, но и плитку. Под нее есть опорная система, позволяющая укладывать любой размер. Для тех, кто все-таки переживает за надежность, у производителя отличная новость. Система дружит с быстросохнущим бетоном. Цену продавец высылает по запросу. По силам ли одному человеку всего за неделю построить компактный жилой дом? Вполне уверены разработчики этих блоков. Записывайте плюсы. Работать можно без фундамента. Один блок весит от 4 до 7 кг. Блоки прочнее кирпича на сжатие и на изгиб. Они воздухопроницаемы. Итоговые размеры дома с экранов 4,8 на 3,6 на 3,8 метра. Его строили как студию для медитации, однако при желании он легко превратится в жилой дом на двоих. Материал не только радует тепловой и акустической эффективностью, но и избавлен от проблем с тепловыми мостиками. Вероятно, это будет строительный формат будущего, пишет один из зрителей. А вы как думаете? На очереди заливка трехметровой заготовки пенобетоном. В сравнении с газобетоном у пенного варианта есть огромные преимущества – простота изготовления. Его можно сделать прямо на площадке, достаточно замесить бетон, а потом перемешать его со специальной пеной. К тому же он не боится влаги, а значит не требует закрытия, например, при консервации стройки. Да и по универсальности ничуть не уступает собратьям, ремонт дорог и мостов, стабилизация грунта, домостроение без проблем. К тому же современные системы производства пенобетона достаточно компактны. Например, насос-дозатор Майдос весит от 41 до 58 килограммов, предлагая при этом давление в 12 бар и скорость работы до 283 литров. Часть французских автомагистралей построена, управляется и обслуживается частниками. Хочешь прибыли – действуй оперативно, и вот такая система ускоряет и упрощает работы по укреплению насыпей. Она называется TerraLock и позволяет обойтись без тяжелой техники. Да и в целом нагрузки на рабочих меньше, требуется собрать сэндвич из гелматов, стальной сетки и прочих требуемых материалов, закрепив его анкерами. Итоговый результат сводит к минимуму сползания и проседания почвы даже на участках с большим уклоном и не мешает растительности, которая дополнительно все укрепляет. Не только красиво, но и надежно анкеры выдерживают нагрузку до 32,5 килоньютонов. Заглянем в гости к компании Max Frank, которая более полувека занимается продуктами для бетонных и железобетонных конструкций. На экранах решение для более надежного их соединения, в частности, для лучшего противостояния вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Из-за множества факторов, например, скачков температуры, возникает усилие сдвига, растяжения и сжатия, и для построенного АБК к здания это может плохо кончиться. Решение от Max Frank позволяет организовать зубчатые соединения, которые и помогут без проблем пережить нагрузки. Оно подходит для арматуры на 8, 10 и 12 миллиметров, а если в каталоге не нашлось подходящего варианта, компания сделает его под заказ в кратчайшие сроки. Овечья шерсть — это не только про тепло, но и про пассивную фильтрацию воздуха, а еще это дышащий самозатухающий материал, который воспламеняется лишь при температурах около 580 градусов Цельсия. В общем, идеальный кандидат в утеплители, и один из вариантов уже на экранах. Мастера выбрали задувной утеплитель. Работать с таким настолько просто, что не требуется даже специальная одежда. К тому же шерсть дополнительно обработали для защиты от насекомых, а плесень и грибок она прекрасно подавляет сама. Но производителю и этого было мало. Он выбрал идеально подходящую породу овец и запатентовал производственный процесс. Так что мешок на 14 килограмм обойдется в 180 долларов. Какой же строительный выпуск без опалубки? Сегодня посмотрим на варианты от международной компании ДОКО. Поставки от нее идут в более чем 60 стран мира, и среди решений компании нашлись. Рамная опалубка ФРАМИ ЭКО. Она выручит даже если нет крана, подойдет для фундаментов, стен и колонн. Модульная сетка предлагает элементы высотой от 1,2 до 3, и шириной от 30 до 90 сантиметров, что обеспечивает оптимальную подгонку. Щитовая опалубка перекрытий ДОКО ДЕК-30. Ключевое слово – экономичность. Щиты поставляются всего в двух размерах – 2,4 на 1,2, либо 2,4 на 0,8 метра. А для работы потребуется всего два человека. А монтаж возможен не только без кранов, но и без лестниц. Тоже приятно. Прикоснемся к наследию инновационных стальных решений. Всю подборку скрепляет система болтового соединения YALT-Link. Из преимуществ разработчики выделяют – простую интеграцию в различные ПО заказчиков для предварительных расчетов. Устойчивость к сейсмическим явлениям, то есть во многих случаях не потребуются дополнительные распорки. Экономию времени, в частности, на сварку – это полезно еще и в свете дефицита сварщиков во многих странах, в том числе в США. Кроме того, элементы YALT-Link легко заменяются, что обеспечивает более простой и экономичный ремонт после ударов стихии. Соединение уже запатентовано и внесено в документацию Американского института стальных конструкций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова